Здравствуйте! В эфире «Наш день» в студии Мария Денисенко. И сначала коротко о главном сегодня. Развалины, пригодные для проживания. В селе Ольховка у Григорского района люди боятся не дотянуть до переселения. Четверо детей и разбитые окна Тамаринской многодетной погорелицы оказали помощь в виде неблагоустроенной квартиры. Надеюсь, что поможешь что-то. Больше уже сил нет. По-другому я уже не могу никуда. Вдали от интернета и цивилизации в Корсаковском районе открылась вторая смена экологического лагеря «Родник-2016». Даже это палатка нам раем считается. Мать и хороша там. Внезапное снижение цен в магазинах, чистые улицы и специально отобранные люди с позитивными историями. Обычно именно так в районах готовятся к приезду губернатора. Однако скрыть основные проблемы невозможно. К тому же обычные прохожие всегда готовы рассказать, как на самом деле обстоят дела. Накануне наша съемочная группа побывала в Тамаринском районе. Эти ребята, как и все дети, обожают смотреть мультфильмы. Они ни в коем случае не чувствуют себя обделенными. В них замечательная мама. Правда, сама Ольга очень устала. Жить в нечеловеческих условиях. В прошлом году в семье многодетной матери-одиночке произошла трагедия. Дом, в котором они жили, сгорел. Затем Ольга с малышами скиталась по съемным комнатам. Пока Тамаринская администрация не предоставила семье эту квартиру. Здесь они живут уже 7 месяцев. В апреле месяце у меня было в кухне минус 1 градус. Мы даже не могли в кухню зайти с детьми. Мы готовили на газоплитке в зале, потому что здесь было холодно. Здесь нет стекол. Здесь нет стекол. Здесь снег был в окошке. Всю зиму так жили мы. Ольга работает в местной больнице. Узнав о приезде губернатора, она подготовила фотографии и запаслась терпением. В надежде на случайную встречу. К счастью, у многодетной мамы она состоялась. А значит, проблема с жильем сдвинется с мертвой точки. Ну, надо подремонтировать квартиру. А мы другую хотим дать. На август месяц мы же не начали. А давайте по этому делу разберемся. Это какая-то непонятная история. К приезду губернатора в городе готовились. Наводили лоск. Факты вскрылись при первом же разговоре на улице. Это вот благо, что вы вот ехали. Вчера вот по ночи, вот муж у меня с Ильинска с работы вот ехал. Было уже вот темно. Ну, эти дырочки вот замазывали. Дорогу, асфальт сделали, деньги угробили. По словам местных жителей, за три дня до события начали ровнять дорогу. Обычно же прокол колеса на грунтовке далеко не редкость. Конечно, я вот за лето, вот в мае, в мае две пары поменял. Две пары поменял. Резину он уже вот поставил месяц назад, голая, все. При этом проблема с местными дорогами не решается уже на протяжении десятилетий. Куда уходят деньги, предназначенные на ремонт, остается только догадываться. Пустым обещаниям и отговоркам чиновников больше никто не верит. Ни на местах, ни наверху. Ну, ни у меня, ни у жителей желания нет никакого. Вот, поэтому мы должны знать, что если мы направляем деньги, немалое на содержание дорог, это не менее миллиона на километр, в среднем по России направляют, ну, максимум, если направляют, это 200-300 тысяч. Это максимум на год. Ну, 5-6 раз больше, но мы и вправе спросить за эти деньги. Губернатор намекнул, если в ближайшие месяцы ситуация не изменится, то в сентябре можно ждать отстранения от должности начальника Дорожного строительно-ремонтного управления. Разруха, запустение и отчаяние жители села Ольховка Углегорского района боятся не дотянуть до переселения в нормальные квартиры. Их бараки, которые разваливаются на глазах, власти признали пригодными для проживания. Следующий сюжет для программы «Наш день» подготовили наши коллеги из издания «Углегорские новости». Полуразрушенные бараки в Углегорском районе местная администрация признала пригодными для проживания. Речь идет о трех домах в селе Ольховка на улице Первомайской. Об этом сообщило издание «Углегорские новости». Несмотря на многочисленные обращения во все инстанции, протекающие крыши, плесени, дыры в полу, людей переселят, не спешат. Никого нет, вообще никого нет. Мы скоро дома, крыша рухнет. Наталью Куленок переселили из аварийного дома по улице Центральной в дом номер 6 на Первомайской в 2004 году. Прописываться в барак, который по условиям был ничем не лучше снесенного, пенсионерка не захотела. Так и осталась зарегистрированной по несуществующему адресу. Живет вместе с отцом, инвалидом первой группы, опираясь на палочку, носит на второй этаж воду из колонки. Зимой уголе обратно помоем, ведь ни слива, ни канализации, ни воды в доме нет. В каком веке живем? Ни туалета, ни слива, ни воды. И это как это можно жить в современное время? Одна труха, первый этаж полностью, полностью труха, полностью в трухе. Аварийные дома по официальным отчетам все еще пригодны для жизни. Но по словам жителей, это не так. Все, что сделали власти, это мелкосрочный ремонт проводки и новые входные двери. Но это не спасает ситуацию, когда половина брошенных квартир разваливаются, это угрожает жизни оставшихся жильцов. По их словам, дома могут рухнуть в любую минуту. Брошенные квартиры на первых этажах затоплены, большинство семей живут на верхних. Это те, кому деться больше некуда, кто всю жизнь прожил в Ольховке и продолжает сейчас здесь работать. Жилье пригодное проживание. Мы с вами приехали посмотреть. Глава городского поселения Алексей Яковлев пообещал корреспондентам, что вновь назначит проверки по признанию жилья непригодным. Однако, когда это произойдет, до сих пор неизвестно. Реабилитационный центр «Преодоление» переедет в новое здание. В следующем году он разместится в трех корпусах, которые уже строят в Южно-Сахаленске, в районе перекрестка проспекта Победы и улице Физкультурной. В обновленном центре создадут все условия для круглосуточного пребывания ребят с ограниченными возможностями здоровья из разных районов области. По проекту строительство планируют закончить в 2017 году. Общая площадь новых корпусов – 5000 квадратных метров. Для сравнения, сейчас центр в Луговом занимает всего 850 квадратных метров. С тем, чтобы он располагал тренажерными залами для реабилитации всем необходимым оборудованием. Соответствующим образом там были решены вопросы проектов по проемам, по проездам. Кроме новых корпусов для центра преодоления в Южно-Сахаленске строят реабилитационный центр для взрослых людей с ограниченными возможностями. Он расположится на улице Больничной. Одновременно здесь могут принимать до 200 человек. Планируется, что в центр переедет областная специализированная библиотека для слепых. Ну а пока центр преодоления находится на прежнем месте, и большинство ребят и преподавателей сейчас на каникулах. Тем не менее, летом здесь проводятся очень важные для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей встречи. В четверг в центре состоялась летняя профориентационная акция. Ребята знакомились с профессиями машиниста и конструктора. Поможем вам вспомнить про наши профессии? Конечно, поможем. Дети хорошо знают о работе мам и пап. У кого-то мама продавец, у другого папа строитель. Но о существовании многих профессий большинство ребят либо не подозревают вовсе, либо не представляют специфику той или иной специальности. Уже несколько лет областное агентство занятости проводит с юными сахалинцами летнюю профориентационную акцию, где приоритеты самые востребованные профессии в островном регионе. На детских площадках, в пришкольных лагерях, в лагерях дневного пребывания наши специалисты проводят различные мероприятия профориентационные. Профориентационные квесты, деловые игры, профориентационные часы, на которых дети узнают новые профессии, вообще узнают о профессиях, о требованиях профессий, пытаются разобраться в себе. Зачастую эти мероприятия сопровождаются профориентационным тестированием. Лето – самый активный период для детей с особенностями. Свободное от школьных занятий время, юные сахалинцы с ограниченными возможностями здоровья с удовольствием проводят здесь время. Педагоги занимаются с детьми в центре и организуют выездные экскурсии, где ребята знакомятся с людьми разных профессий. У нас есть компьютерный класс, в котором установлена специальная программа «Ориентир». То есть наш педагог дополнительного образования тоже проводит такую работу по профориентации. В игровой форме ребята узнают о профессии машиниста или конструктора роботов. Тем не менее, многие из них уже определились с выбором. Интересно то, что у каждого мечты самые разные. Я хочу стать архитектором, хочу построить несколько зданий, несколько скульптур и несколько необычных домов. Я хочу стать психологом, потому что мне кажется, что профессия другим помогает с проблемами справляться. Проведение профориентационной акции помогают добровольцы из числа старшеклассников и студентов. Волонтеры в такие моменты и сами становятся детьми. Неоднозначную реакцию вызвала у южно-сахалинцев реконструкция сквера Невельского. Жители окрестных домов высказали проектировщикам множество претензий. Все ли они обоснованы? Подробности в рубрике АСТВ «Информатор». Жители домов около сквера имени Невельского обеспокоены дальнейшей судьбой этой территории. На объекте началось строительство новых дорожек, альпийских горок и скамеек. Однако все эти работы, по мнению жителей, могут быть бесполезны, если не решить проблему постоянных несанкционированных парковок автомобилей около сквера. Сознательные горожане обзвонили различные инстанции и нашли ответы у нового хозяина сквера. Сейчас территорию передают в ведомство городского парка отдыха. Они и займутся наведением здесь порядка. А тут были кустарники, цветы. Все, уже вот докуда машины стали ездить. Здесь пенсионеры наносили колеса, наносили камни, чтобы хотя бы туда не заезжали. Нас испугала быстротечность. Вдруг стали реконструировать полностью наш сквер. Нас испугало, что стали делать деревянные настилы на зеленой зоне в сторону нашего дома. И рабочие говорят, что мы там поставим скамеечки. А что значит скамейки под окнами дома? Мы и так иногда страдаем, потому что здесь собираются компании. Жители встретились с представителями городского парка и обсудили спорные вопросы. Главное, что им все же удалось найти общий язык. Жильцы предложили свои идеи по благоустройству сквера. Иначе вся работа будет на смартфоне. Вот, начиная от тех деревьев, чтобы это было все огорожено. Вот, машина стоит уже на стене. Они ставят сюда машины, понимаете? Вот до деревьев, прямо до деревьев. Надо огораживать. Собравшимся на встрече показали дизайн-проект обновленного сквера и поделились оригинальными задумками. Так, например, здесь появятся новые деревянные дорожки с подсветкой. Для областного центра эта идея нова. А городскому парку также предстоит привести в порядок зеленые зоны вокруг всего перекрестка улицы Сахалинской и проспекта Мира. Пролетела уже большая половина короткого сахалинского лета, но июльские выходные пока не особенно радовали нас хорошей погодой. Но на этот раз синоптики прогнозируют вполне благоприятную картину. Комфортную температуру и безоблачное небо. Все подробности прямо сейчас. Доброе утро, уважаемые зрители канала АСТВ. Всю прошедшую неделю наша область находилась под влиянием антициклона Надоходским морем. Поэтому на побережьях было достаточно прохладно. В ночные и утренние часы отмечались туман и морозь. В предстоящие выходные погода существенно не изменится. По-прежнему Надоходским морем будет располагаться прохладный антициклон с низкой облачностью. Но хорошо то, что осадков существенных мы не ждем. Поэтому по всему Сахалину в субботу и воскресенье погода ожидается без существенных осадков. Как я уже сказала, в ночные и утренние часы на побережьях будет отмечаться туман и морозь. Ночью температура от 11 до 16 градусов. Днем воздух прогреется около 18-23 градусов. В северных и центральных районах будет немного теплее. В долинах воздух прогреется до 25-30. В южно-сахалинске погода также без осадков. Ночью около 12-14 градусов. Днем 21-23 градуса. Хочу отметить, что в субботу и воскресенье в долинах центральных и южных районов сохранится высокий четвертый класс пожарной опасности. Поэтому, уважаемые сахалинцы, выезжая на природу, будьте осторожны, берегите наш сахалинский лес. Удачных вам выходных! И сейчас наш эфир продолжает рубрика «Точка отчета». В Смирныховском районе разыскивают пропавшего 64-летнего Костющего Виктора Александровича. Уроженец села Лесное Корсаковского района с 2009 года проходил лечение в психиатрическом отделении Смирныховской ЦРБ. 12 июля пациент ушел из больницы и не вернулся. Если вам что-либо известно о том, где находится Виктор Костющев, сообщите об этом, позвонив по телефону, который сейчас на ваших экранах. А эти двое мужчин не смогли пройти мимо сумки, забытой на скамейке. В субботу, 16 июля, в Южно-Сахалинске пенсионерка забыла ее на автобусной остановке в районе Луча. Молодые люди не стали дожидаться хозяйку находки, а спрятали ее в пакет и поспешили удалиться. В сумке пенсионерки находилась часть ее пенсии, сотовый телефон и ключи. Телефон сразу же стал недоступен. Полиция принимать заявление отказалась, объясняя это тем, что сумку еще могут вернуть. Вечером среды потерпевший вновь обратился в городдел уже с этой видеозаписью. На этот раз заявление у них приняли. Следственным отделом по городу Невельск возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя портового города. Мужчина обвиняется в совершении развратных действий без применения насилия. Разыскиваются свидетели для установления истинной картины происшествия, которое произошло 10 июля 2016 года на перекрестке проспекта Мира и улице Лесной. С участием автомобилей Тойота Креста и Тойота Тундра. Напомним, в результате столкновения были госпитализированы два человека, находящиеся в Тойоте Тундра. Очевидцев аварии просят обратиться в ОГИ БДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску, по адресу улицы Сахалинская, 46 В, кабинет номер 10, или позвонить по телефону, который сейчас на ваших экранах. 20 июля поздно вечером в Тымовском произошла серьезная авария. На перекрестке улиц Кировской и Красноармейской столкнулись два внедорожника Ниссан Сафари. В результате ДТП пострадали женщина и ее маленькая дочь. Двухлетнюю девочку в больницу доставили очевидцы происшествия, а девушку водителя около получаса пытались вытащить из автомобиля. Она оказалась зажата в транспортном средстве. В настоящее время обе пострадавшие находятся в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. Без интернета и средств связи с внешним миром остались 60 сахалинских школьников. Это ледо они решили провести в экологическом лагере «Родник». А здесь живут по собственному уставу и порядкам. Ребята ночуют в палатках и изучают экологию. Десятилетнему шершню это прозвище мальчика в «Роднике» так понравилось на первой смене, что он решил остаться на вторую. За две недели он научился рубить дрова, разжигать костер и готовить обед. «Готовил я фасолевый суп, щи, гречку с тушенкой, макароны с тушенкой, кашу овсяную». А до лагеря ты это все умел готовить? «Не-а. Нет. Да, меня здесь научили наши щедрые руки. Это у нас есть такая должность». «Родник» стал маленькой школой жизни для многих ребят. Всего во второй смене их 60, а 10 до 15 лет из разных районов острова. Целый день племена в обычном лагере это отряды заняты. Сначала проходят тропы, обучаются новым знаниям, затем сами готовят обед и выполняют задания. Здесь есть свой устав. Находиться днем в палатках, если хорошая погода запрещается. Как и пользоваться телефоном. На это есть определенное время вечером. «Мне очень много наказывают для профилактики от интернета. Я вообще не люблю в интернете лазать. Да и телефон я не взяла, чтобы не расстраиваться лишний раз, что мамы нет». Здесь нет пятерок и двоек. Вместо оценок ребята получают цветные карточки. Самое большое достижение – красный цвет. В конце смены таким образом определяют лучших летописцев, лекарей, мастеров. Высшее звание – Маугли. «Никто не выручает, я на полочке сижу, слезы качутся. А я впервые». «У них у всех свои обязанности. Это специальная система была создана именно здесь, в Роднике. Все имеют свою сферу деятельности. Есть мастера, которые отвечают за то, что касаемо инструмента, живых палаток и так далее. Есть щедрые руки, которые отвечают, чтобы племя не стало голодным. Есть лекари, которые отвечают за здоровье своих соплеменников». В этом году лагерь начал свою деятельность в условиях повышенного внимания контролирующих органов с учетом тех событий, которые произошли в других регионах России. Контроль осуществляет Министерство природных ресурсов и охрана окружающей среды Сахалинской области. Экологический центр «Родник» стал победителем конкурса на предоставление госуслуги по организации детского летнего отдыха. «Вопросам безопасности детей было уделено повышенное внимание. Это рассматривалось и в процессе заключения контракта. И сейчас разработан ряд мер, в том числе контролирующего характера, по обеспечению наблюдения за состоянием безопасности в лагере в период его деятельности». Перед детьми сейчас стоит задача – за две недели подготовить свои экологические проекты. В одном из наших следующих выпусков мы расскажем о переходе лагеря на альтернативную энергетику. Улица Владимира Высоцкого недавно переименована и исполняется 25 лет. День рождения южно-сахалинцы отметят квартирником под открытым небом. Для жителей и гостей областного центра споют местные барды. Также поклонники творчества легендарного советского поэта, актера и исполнителя поделятся интересными историями из его жизни и уникальными фотографиями. Их будут демонстрировать на большом экране. «Когда можно через черно-белую фотографию увидеть взгляд, тот, который присущ Владимиру Сеоновичу, в каждой песне, в каждой его роли он разный». Концерт состоится в День памяти поэта 25 июля в 19 часов на улице Владимира Высоцкого. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok